В течение зимы мы с вами, нам с вами вместе, при поддержке небесной канцелярии, нам удалось заложить очень хороший потенциал урожайности. Дожди, которые пошли в ноябре, они существенно поправляли ситуацию. Но вот главные факторы, которые будут сдерживать его реализацию в условиях 2024 года, мы на первое место ставим подтопление, вымокание растений. Вот Андрей Петрович называл уже цифры, что порядка 300 тысяч гектаров, 30 тысяч гектаров в крае подтоплены, что вода, да, на некоторых полях вода стоит с ноября месяца, и это, конечно, будет работать до снижения урожайности. Из-за таких больших осадков, тоже до 400-500% сверх нормы, произошло вымывание всех элементов питания в нижние слои. До двух метров почва сегодня промокла. И, безусловно, мы имеем очень низкое содержание азота в пахотном горизонте почвы. И у нас будут, конечно, сложности своевременного выполнения агроприемов из-за того, что почва перенасыщена влагой. Высокая связь, показанная в этом году, между урожайностью и высотой растений. Что такое высота? Высота – это биомасса. Биомасса общая, как подземная, так и подземная. Урожай зависит от этого. Есть биомасса, значит, будет и урожай. Первая азотная подкормка делается по результатам и проводится по результатам почвенной диагностики. Но не всегда результаты почвенной диагностики готовы к моменту начала этого важного агроприема. И здесь мы вам для ориентира приводим, что на каждую тонну зерна необходимо вносить примерно 30 кг действующего вещества. И, безусловно, эти дозы будут эффективными только при оптимальном содержании фосфора и калия в почве. Что касается сроков, то вот сегодня мы с вами говорим, что эти сроки уже наступили практически по всей территории нашего края и на территории Адыгеи. В Адыгее, конечно, невозможно сегодня начинать подкормку, у кого нет луноходов, потому что очень много посевов находится под водой. И вот здесь мы памятку такую приписываем, что интенсивные сорта, современные сорта, они растут при температуре 1-2 градуса. И если раньше говорилось о 5 градусах, когда среднесуточная температура переходит этот рубеж, то сорта начинают, или пшеница начинают вегетировать. Сегодня все поменялось, и кто был на поле, вырывал растения, тот видит, какая уже мощная, сформировалась новая корневая система. Вот эти белые налогники корешки, они 1,5-2 сантиметра больше, то есть пшеница готова принимать тот азот, который мы ей даем. Очень много вопросов, а что же вносить в центральной зоне края, в южно-предгорной зоне, в западной дельтовой зоне. Проблема это подкисление, и многие хотят в первый раз вносить кальциевую селитру, для того, чтобы оптимизировать PH, но лучше подкормку именно кальциевой селитрой перенести на более позднее время. А сегодня нужна растение именно аммиачная селитра, потому что она моментально используется растениями. И все это идет в дело на прирост биомассы. О преимуществах использования азота мы много с вами говорили. Идинонитратная форма самая эффективная сегодня для растений. Поля совершенно разные по состоянию. И, как правило, мы всегда вас настраиваем, что начинать внесение подкурки нужно со слаборазвитых и изреженных поселок. А такие все-таки у нас есть. По данным нашего министерства, порядка 75% это в хорошем состоянии и 25% удовлетворительно. С этих 25% нужно начинать вносить азотное одобрение, потому что таким поселом нужен мощный толчок, как можно раньше, для того, чтобы они потом могли быстро догнать своих развитых товарищей. Что касается сортового разнообразия, вы знаете, что у нас сорта на 5 групп распределены по продолжительности вегетационного периода, от ультроскороспелых до средних поздних. Поэтому мы вас сразу настраиваем, что внесение подкурки нужно начинать со скороспелых сортов. Они интенсивно растут рано-весной и чуть мы с вами прозеваем, и они будут испытывать азотное голодание. И если мы будем скороспелые сорта оттягивать, у них биомасса действительно сейчас очень мощная, быстро произойдет сброс побегов тущения и растения будут одностепенными. Нам этого допустить в коем случае нельзя. Наша задача это голосостой. И вот здесь группировка сортов по продолжительности вегетационного периода. Вы видите группу ультроскороспелых сортов, с которых нужно начинать. Это юбилейная 100. Выселковский район очень любит этот сорт. Больше 15% по Выселковскому району юбилейная 100. Также он широко представлен и в других районах нашего края. Начинать внесение подкормок нужно с сорта юбилейная 100. Обязательно иланчик. Вот он в топ. Есть и сортов сейчас по стране и в нашем крае. Также он широко распространен. Большие площади сегодня иланчика. Он требует ранних подкормок. Новый сорт изобель ультроскороспелый. Вот он на смену и дополнение к юбилейной 100. Ультра-11 или Кубань. Никак мы не можем сразу Кубань говорить о сначала ультра-11. Юмпоя. Новый сорт арена. Несмотря на то, что он только внесен в реестр, во многих хозяйствах он уже есть. Сорт караван. И среднеранних сортов. Тоже они требуют более ранних подкормок. Это Таня всем известная и любимая. Нету на Кубани сорта лучше Таня. Да, огромное, ясно и без слов. Это Школа. Это Банград. Это Бумба. Безостая 100. Фермеры очень любят этот сорт. Ватца. Песня. Росыпь. Ну и новый сорт ЦАЦа. Он уже еще не в реестре, а уже гремнит своими достоинствами. Мы говорили с вами о том, что урожай очень сильно зависит от емкости циноза. Какую же мы емкость циноза с вами сформируем? Она должна быть, ну вот ставим задачу, не меньше 25 тысяч на единицу площади, то есть на метр квадратный. Значит, вы знаете, что сорта у нас относятся к нескольким моделям. Это крупноколосые сорта с высокой конкурентной способностью. К ним относятся Антонина, Васса, Вызов, Граф, Баграт, ну и так далее. Я не буду перечислять, вы все это можете сфотографировать и прочитать. Большая группа сортов у нас высокоинтенсивного типа, которые формируют урожай за счет количества колосев на единицу площади, обладают высокой толеранностью к загущению. Сильно опустящиеся. Тоже здесь, вот видите, большое количество таких сортов. Это и Агрофак 100, и Алексей Чахмат, Гомер, и Мирязенко и так далее. Есть сорта, которые относятся к промежуточной группе. Мы ввели поправочные коэффициенты. Вот сорта, которые к этим крайним моделям относятся, они требуют разных подходов, товарищи. Мы часто об этом говорим и сегодня напоминаем, что по-разному нужно кормить, так скажем, сорта сильно опустящиеся и крупноколосые, ну и промежуточные. Вы видели, что промежуточные, вот как рассчитали, да, что запланировано, что рассчитано, вы это и вносите в первую подкурку и во вторую. Что касается сильно опустящихся сортов, то им максимум азота, большая часть азота требуется в первую подкурку. И то, что вы рассчитали, и то, что запланировали, что есть в хозяйственной подкурку, сильно опустящимся сортам нужно ввести поправочный коэффициент в порядка 30%. Крупноколосые, наоборот, требуемую дозу, допустим, по результатам диагностики, мы должны уменьшить в первую подкурку, увеличить во вторую. Я думаю, что все это хорошо запомнили. Мы говорим о том, что смело можно вносить большие дозы удобрений для сортов карликовых, короткостебильных, которые обладают высокой устойчивостью к полиганию. Они вам в наибольшей степени окупят затраты на минеральное удобрение прибавкой урожая зерна. А прибавка унесения первой подкурки всегда достаточно высокая. Это может быть и 10-15 центеров зерна с гектара. Вот здесь сорта, относящиеся к группе полукарликовых, короткостебильных, тоже можете это прочитать. Полукарликовые, это агрофаг стон, он даже ниже грома, да? Это герда, это гомер, гром, новые сорта победа 75, школа гелиус-15 и так далее, короткостебильные, которые чуть выше. Это Алексеевич, новый сорт арена, бумба, еланчик, фёдор, хит, эма. Это короткостебильные сорта с высокой устойчивостью к полиганию. Они переработают весь азот эффективно, который вы им дадите. Ну, сейчас попробую. Так, ага. И вот мы с вами плавно перешли. По первой подкомке всё вроде бы понятно, да? Плавно переходим к срокам проведения второй азотной подкормки. Она проводится накануне фазы выхода в трубку, примерно через месяц после первой. И то это в зависимости от того, какие азотные удобрения вы будете использовать. Если на вторую подкормку у вас планируется аммиачная селитра, то это будет порядка 30-40 дней. Если вы будете выносить удобрения, которые медленнее действуют, то этот период сокращается. Это порядка 20-25 дней. И очень важна эта вторая подкормка для крупноколосных сортов. Мы должны попасть именно в ту точку, в то время, когда закладывается колос, чтобы колос заложиться многоцветковый, с большим количеством колосков. Ну и вот какие же признаки у азима-ченицы формируются в период второй азотной подкормки? На что мы можем влиять по-прежнему вот второй подкормкой? На колосостой, товарищи. Потому что в это время может происходить так называемая саморегуляция циноза. Будут сбрасываться лишние, так скажем, побеги. И нам нужно добиться того, чтобы этот сброс был минимальным. И сброса этого бояться не надо. Потому что каждый побег, даже тот, который будет сброшен, это дополнительная корня. Дополнительная корня – это высокая адаптивность. Впереди пшеницу ждут еще всякие, могут ждать всякие катаклизмы. Это и суховеи, и плотная почва. Вот в этом году мы считаем, что будет большая проблема. Это нехватка воздуха в почве из-за перенасыщения влагой. Вы все уже по своим полям ходили, видели, какая корка мощная формируется. И без борьбы с этой коркой нам, можно сказать, удачи не видать. И кто может, тот эту корку должен разрушать. Многие на это настроены. Одним словом, что касается голоса 100, то в сильной степени мы можем влиять и второй подкоркой. На число зерен в голосе и голоске мы можем влиять в среди сильной степени. Что очень важно, на длину первого, второго междоузлия. Наша задача именно в срок, как можно ближе, подалеки к началу выхода фазы в трубку, что-то не то уже сказала. Мы не должны с вами увеличить первое и второе междоузлия, чтобы оно не было у нас по 15 сантиметров. А это может случиться, если вы внесете второй раз заблаговременно, только максимально приблизившись к началу фазы выхода в трубку. Мы тогда ограничим сброс побегов и мы тогда очень грамотно сработаем на длину первого и второго междоузлия. Ну и вот, что касается третьей зонной подкормки уже в условиях этого года. Вы все знаете, во многих, многие блогеры в интернете и средства массовой информации указывают на то, что у нас проблемы, большие проблемы с состоянием почв. Мы наблюдаем, вот сегодня идет процесс деградации почв, утомляемость почвы. И поэтому решить проблему только внесения азота, азотоподавление невозможно. Нужен комплексный подход. И третий подход, кто делает третий подход, она действительно должна быть эффективной. Вносить столько, сколько рекомендовалось раньше по интенсивным технологиям, а вот это вот внести порядка 10 килограммов карбамида, чтобы не пожить, это не поможет перейти зерно из одного класса в другой. Это что называется баланс-клуб. Сегодня очень важно использовать препараты, которые усиливают аттракцию. Их много. Мы здесь привели один препарат, который уже доказал свою эффективность в производстве. Это не реклама этого препарата. Вы, возможно, знаете и другие. Но вот в современных условиях, без таких препаратов, которые усиливают аттракцию, невозможно получать высокое качество. Потому что у нас традиционно период налива в неблагоприятных условиях проходит. И здесь мы представляем вам сорта, которые нуждаются в химической защите. Им особое внимание, особый контроль по блурой, по желтой, по септариозу. Вот их нужно защищать обязательно. И вот что касается точной защиты, адресной защиты. Мы установили, что контролировать фотосанитарную обстановку, оптимизировать их, конечно, можно всевозможными манерами, управлением, генетическими факторами устойчивости. Мы исповедуем все-таки действительно адресную защиту. Высокий агрофон. Какие бы сорта устойчивые там ни возделались. Защита обязательно. Вы видите, да? Для высокого агрофона сорта. Химическая защита обязательно. Без учета устойчивости к петопатогенам. Без учета погодных условий. Работаете на высокий урожай. Хотите получать 70, 80, 90 центов. Защита обязательно. У нас здесь большая группа сортов для среднего агрофона. С повышенной устойчивостью к агритическим и юбидическим стрессорам. Здесь защита адресная. Все будет зависеть от иммунного статуса сортов и от погодной ситуации. Ну и есть сорта эконом-класса, что называется. Мы говорим для бедного агрофона, для кости в сроках села, где риск возникновения эпифитотейных ситуаций снижен максимально. Вот в таких ситуациях вполне можно находиться без химической защиты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok